Всем приветики! Сегодня у нас с вами летнее и нарядное. Сейчас пойдут у нас тусовки, сейчас пойдут у нас свиданки, даже свадьбы, и надо быть и невестой, и подружкой невесты, и еще кем-нибудь. В общем, я решила подготовить для вас такой некий глэморус лук, при этом очень актуальный, и так, чтобы универсально было по цветам, чтобы все могли его себе использовать. Как видите, я по такому случаю сама принарядилась, нашла паеточное платье, и вот хотела сразу обратить ваше внимание на то, что паеточные прозрачные, это тренд, когда, если не этим летом, быстро надеваете что-нибудь паеточное, неважно при чем, будут у вас здесь туфли, или будут у вас здесь белые кеды, и так, и так будет смотреться классно. И мягкие хвосты, вот укладка второго дня, прекраснейшая, берите на заметку и делайте завтра. Напрыскали волосы сухим шампунем, так, чтобы объем стоял, так, чтобы они немножко сухими выглядели, вы можете, конечно, их подкрутить, у меня они как-то сами хорошо легли. И любая репсовая лента, вы просто вот так подвязываете хвост и завязываете бантиком, но если сами не умеете бантик себе завязать, попросите кого-нибудь, кто у вас там поблизости. У меня, например, вот эта лента вообще от упаковки Джо Малон, шикарнейшая лента в волосы, я вообще всем невестам рекомендую, купите себе какую-нибудь свечку Джо Малон, а потом ленточку используйте в своей прическе, потому что все сейчас, не тренд фатац, всякие там головные уборы, еще что-то, тренд бант в мягком нежном хвостике. Так, у меня на лице ничего нет, кроме увлажняющего крема, давайте делать макияж. Я буду использовать фиксит спрей Крегина Косметикс в качестве праймера, нанесу достаточно много летом, это самый классный формат, потому что это праймер, который не оставляет плотного слоя, а он тоненькой пленочкой ложится, не создавая груза в макияже. И в дальнейшем тональное средство будет так легко раскатываться по этому праймеру, что вам будет его легко растушевать, вам нужно будет меньше средства, чтобы хорошо затонировать. А пока я выгляжу женщиной из пластика, немножко подождем, пока он подсохнет и впитается. Фиксит спрей является универсальным увлажняющим спреем и фиксатором макияжа, он действительно фиксирует его сверху, но когда вы наносите его в качестве праймера, он создает укрепляющую сетку на вашем лице, на которой липнет макияж, держится очень хорошо, и при этом является хорошим барьером от окружающей среды и внешних агрессивных факторов для вашей кожи. И плюс сам по себе очень удобный флакон и удобный формат 80 мл, можете брать с собой в самолет и обшикиваться. И вот, кстати, фиксит спрей можно высушивать на лице. Вы знаете прекрасно, что фиксирующие, ну увлажняющие спреи, их надо обязательно вбивать. Этот спрей на самом деле, он достаточно густой, он благодаря тому, что здесь распылитель, он ложится такой тонкой пленочкой, как вуалью. Но сама по себе масса у него не как водичка, она чуть более вязкая, и он может вот таким образом, как сейчас у меня происходит, свободно высыхать на вашем лице, и он не пересушит кожу, а наоборот увлажнит ее. Пока, кстати, у нас готовится кожа, давайте подготовим еще губы и отшелушим их. Я забегаю вперед, скажу, что у нас губы будут светлые, мы будем использовать светлый продукт достаточно, светлее, естественно, тона кожи. А это чревато чем? Любые светлые оттенки, матовые, они подчеркивают любые неровности губ, любые шелушения, и губы надо обязательно подготовить. Вообще, в целом, возьмите за правило использовать отшелушивающие скрабы, вот скраб Крыгина Косметикс. Мое субъективное мнение, не потому что я аффилирована брендом Крыгина Косметикс, а потому что я дофига скрабов перепробовала. Это самый крутой скраб, потому что у него мелкие абразивные частички, они не травмируют ваши губы, они именно их отполировывают. Он сам по себе насыщен маслами, масло шира, ромашки, целый список. И он сам по себе является бальзамом, плюс вот эти частички, которые катаются по вашей коже, они водорастворимые. И вообще, они медленно распускаются в этом бальзаме, в основе этого скраба. Можете на ночь, например, потереть, 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 вот так вот, и оставить. С утра проснетесь, а у вас будут супер классные губы, и все эти частички растворятся. Плюс вы хороший массаж делаете, заживление кожи нежной ваших губ происходит значительно быстрее. А еще, что важно, что отшелушивающие частички в этом скрабе, они настолько мелкие и настолько они кругленькие, что вообще не царапают, и даже если у вас есть какие-то ранки на губах, вам будет комфортно его использовать, потому что он очень бережно будет с вашими ранениями обходиться. И вот я, на самом деле, сейчас оставлю его даже как маску, потому что до губ нам еще далеко, мы можем сделать весь макияж. Пускай губы напитываются, и все равно какое-то мелкое вот такое движение, оно дополнительно будет отшелушивать губы. Поехали! Давайте немножко выровняем тон. Я решила, что раз я тут лакшери-женщина в блестках, то надо соответствовать. Том Форд, скучала по нему, давно что-то не использовала. Очень классный этот тональный крем, пользуется с большим спросом популярности у нас в студии. Ну и я вам уже его показывала, еще раз с удовольствием покажу, потому что он может быть и прозрачным, он может быть и очень плотным, в зависимости от того, как вы его нанесете. Я, например, наношу его кистью. Тон в тон беру кожу, потому что у меня много открытых участков. Очень важно, чтобы не был он заметен по оттенку. Хотя мне, конечно, хочется быть чуть более загорелой, но мы это потом доработаем с помощью нашего макияжа. Кистью, как я сказала, наношу и кистью очень мягкой. Одна из моих любимейших кистей сейчас для нанесения. Свердар камбарок, мой дорогой друг. Респект и уважуха. Кисть кайф. Т2. Уже показывала, и еще, я думаю, не раз покажу вам ее. По зоне вокруг глаз тоже пробегаюсь. Остатки тонального средства стушевываем на шею, чтобы текстура не отличалась. Я сейчас приторможу и сделаем весь макияж, потом посмотрим, может быть, нам где-то надо будет тон уплотнить. Но вообще выглядит вполне себе шайнинг, мне кажется, даже и достаточно. Хотя я немного нанесла, но он сам по себе просто хорошо покрывающий и достаточно укрывистый. При этом очень комфортный на коже. Стягивается, растягивается, вообще не скатывается в носогубных складках или в каких-то мелких складочках кожи, даже если его не припудрили. Ну и SPF-чик у него 15. Очень приятно. Брови причешем, бровям чуть позже подберемся. Глэморус лук, как я сказала, это тот, что мы будем сегодня делать, и мы будем использовать набор Крыгина Косметикс, который вы можете по специальной цене, прям вот этот мейк, найти на нашем сайте. Крыгина.ком или kryginacosmetics.com, одинаково, в одинаковое место попадете. На нашем сайте вас ждет набор, который так и называется Glamorous Look. У него Concrete Chestnut, у него Concrete Beige, у него блеск Glass Gloss, там Metallized Copper, на основе которого мы весь мейк сделаем, и Fixed Spray. И все это суммарно по очень-очень-очень хорошей спеццене, потому что это прям готовый мейк. Так вот, начнем с оттенка Chestnut, это красно-коричневый, я вам его уже не раз показывала, потому что я им очень-очень-очень-очень-очень-очень постоянно пользуюсь. С его помощью мы сделаем некую такую основу. Я с палитры наберу, вы наберете с баночки. Если хотите сделать его более стойким, можете чуть-чуть припудрить с помощью пудры Fixed Powder. Припудрить не конкрет, припудрить века. Чем сильнее пудрите, тем более стойкий макияж, тем быстрее высыхает конкрет. Я совсем немножко пробегусь, и делаем легкие коричневые смоки. По контуру глаза наносим цвет, чуть-чуть поднимаемся выше, преимущественно у внешнего уголка, вот так вот. И сразу растушевываем. Сразу сводим на нижнее, и потом вот что делаете. Смотрите на себя в зеркало и прямо вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Немного затемняете внешний уголок, высоко не задирайте, наверх всегда успеете растушевать. Вам надо правильно уйти в висок, как бы по горизонтали. И точно так же растушевываете, прямо на себя смотрите и вот так вот тушуете. Очень важно, чтобы интенсивность по контуру верхнему и нижнему совпадала с интенсивностью во внешнем уголке. Вот у меня здесь вот растушевалось так прилично. Я еще чуть-чуть добавлю. Один почти готов. Давайте то же самое, чтобы потом не запутаться в этапах, сделаем с другой стороны. Смоки очень мягкие, поэтому в контуре сильно не старайтесь, время только потеряйте. Мы все равно будем растушевывать мягко. А если будем растушевывать, то главное, чтобы у вас интенсивность цвета была близко к ресничкам. А вот внешний контур вообще без разницы, вы его все равно растушуете. Также, глядя на себя ровно в зеркало, растушевываем верхнее и нижнее. Теперь смотрите, форму. Вот это базовая форма. Мы просто обвели глаз. Можете сделать чуть-чуть более такой кошачий вариант и вытянуть. Я возьму для этого поменьше, точнее не поменьше, а плоскую кисть. И чуть-чуть активнее вытяну внешний уголок. Наверх. Вот так вот. Сразу растушу. От этого форма глаза немного поменяется. Он чуть-чуть приподнимется во внешнем уголке наверх, станет более раскосым. Можете утрировать это, если хотите. Я не хочу, мне хватит. Потому что не хочется делать совсем какие-то кошачьи глаза. Образ очень нежный, не хочется добавлять ему агрессии в данном случае. Готово. Сразу этим же оттенком подведем губы. Как бы под губами слегка растушевывая. Там скраб, ничего страшного. Мы потом все равно это промокнем. Как раз не будет слишком ярко. И я предлагаю сразу чуть-чуть этим же оттенком честно пробежаться по коррекции той же кистью, которой наносили тон. Совсем немного набираю на кисть. Наношу на скулы. Пробегаясь по растушевке, боковые поверхности спинки носа, подбородок, под подбородком. Совсем чуть-чуть все, потому что это не основная коррекция лица. Это просто чтобы сейчас уже немного скорректировать объемы. И тот оттенок, который мы используем, распространить его по лицу. Тогда макияж будет более гармоничным. Это важно. Беж. Набираем конкрет беж. Я в данном случае буду прямо пальчиком. И наносим его на подвижное веко. Кистью, которой растушевывали чеснот, втушевываем бежевый макияж. У вас получится очень красивый карамельный оттенок. Плюс мы его еще и для губ смешаем. И возьму маленькой кистью уже беж в качестве румянца. Сразу нанесу. Будет такой кремовый, очень красивый румянец с легкой розовинкой. Звездный час нашего самого красивого металлазда. Это копер оттенок. Медный цвет, супер трендовый. И еще и делает очень яркими ваши глаза. Чуть-чуть его выдавливаю. Наносить буду влажной кистью с помощью фиксит-спрей. Спрей чуть-чуть сюда пшик на палитру. Чтобы получился, во-первых, более стойкий, а во-вторых, чуть влажный блеск. Сильнее опускаем по нижнему веку. Прям прищурьте глаза и вся та зона, которая объемная выступает, вот всю ее закрашивайте. Есть снова кистью, которой растушевывали конкретно, честно. Растушевали по границе. Смотрите, какие глаза сразу яркие становятся. И окрашиваем ресницы. Сначала подкрутим их, а затем накрасим. Возьмем Боби Браун с Макия и Маскара, потому что она очень яркая, стойкая, хорошая ресница вылепит нам для этого макияжа. И давайте немного этой меди добавим на скулы и для такого создания эффекта легкого загара. Наберу немножко металлайст крупной кистью тоже, которой тонна носили. И чуть-чуть перенесу на скулы. Чуть-чуть боковые поверхности лба, кончик носа, подбородок, боковые поверхности шеи, ушки. Опять же, не забывайте, если добавляете эффект загара, то он должен быть везде. И все мягко растушевать. Видите, получается такой эффект легкого благородного загара и сияния. Брови! Сто раз вам их уже показала, и 101-й не лишний. Конкрет топ, the one and only, для бровей. Набираю немного на кисть. Валериде кисть. Red Crystal R063. Классная кисть для бровей тоже. Вот именно для того, чтобы волоски прорисовывать. А вы видите, что Айсаб дрыхнет вот там? Маленькая головешка. Айсаб! Айсаб! Ты не посетишь нас сегодня? Не порадуешься на присутствуем видео? Спит весь день. Причёсываем хорошенько. Поднажимаем на щёточку там, где надо, чтобы растушевать и смягчить. И вот смотрите, что мы сделаем. Мы чуть-чуть спрей нанесём на щёточку. Немножко покатаем её в Metalized Copper. И слегка добавим солнечного блеска. Мейк у нас, как я уже сказала, летний. Чтобы брови не отличались излишней матовостью. И чтобы вписать их в весь пакияж, не бойтесь добавить им немножко металлизированного блеска. Его практически не будет видно, просто оттенок бровей станет лучше сочетаться со всем остальным вашим мейком. И они такие немного станут помягче. Губы нам надо делать. Убираем скраб. Скраб убрали, а коррекция от чеснота всё равно, видите, здесь осталась. Давайте ещё добавим. То есть мы оттенком чеснота как бы контур губ выводим. Немного увеличиваем. Есть. Растушуем. Если хотите чёткий такой контур, яркий, то можете не растушевывать. Растушуем. Это вот прям я к центру губ немножко оттушевываю цвет. И пальчиком его прибью. Ну и сами губы я набираю оттенок беж. Наношу на центр губ. И для прям полной красотищи блеск глаз-глос прозрачно смешиваю с пигментом металлайст. Прям чуть-чуть совсем. Вот эти остатки металлайста, которые есть на палитре, я их размешиваю. И наношу на губы. И ещё добавлю прозрачного блеска просто сверху, чтобы глянец был сильнее. Чуть с прысным фиксатором. Я вот смотрю, что дополнительная коррекция лица в этом мейке вообще не нужна. Не будем перегружать. Очень мягкая коррекция получилась с помощью честнод и с помощью металлайста. И мне кажется, что этого вообще более чем достаточно. Немножко эту зону зафиксируем пудрой. Рисунок бровей зафиксирую слегка. Вокруг крыльев носа. Вот эту зону вообще не буду фиксировать. И кончик носа не буду фиксировать. Потому что лёгкое сияние здесь, оно только мне на руку. Финально расчешем брови. Чуть-чуть лаком их зафиксирую. Так, где-то я бант-то свой потеряла пока делала макияж. Сейчас ещё раз вместе сделаем хвостик. Чуть-чуть встряхнуть. Лак. Чёлку сразу пообъёмнее поставить. И ленточку, ленточку, ленточку. Вот так. Можете даже не завязывать на бантик, а ставить ленточки. Мне нравится, когда бантик. Вы можете чуть-чуть подтянуть хвостик. Тогда у вас вот в этой части сформируется дополнительный объём. Подвытащите чёлку. Я вот её прям вообще хорошо выпускаю. Если у вас есть чёлка, конечно, как у меня. Я без неё не могу без этой чёлки. А там залог объёма. Я к ней уже привыкла. Я её с детства себе всегда сама выстригала. Ну вот вам новый Glamorous. Нежный, идеально для лета. Смотрите, в чём фишка макияжа. Давайте с вами ещё раз зафиксируем. В том, что, во-первых, мы использовали трендовый медный оттенок. Вообще не бойтесь, пожалуйста, красных оттенков на глазах. Это супертренд. Это то, что делает макияж современным. Вы же видите, что я клёво выгляжу? И вот девушки, которые следуют моему примеру, вот они просто собирают миллионы лайков. Потому что, ну правда, ну неинтересно уже лица вот с этими вот растушёвочками от светлого к тёмному. Но мы же должны с вами как-то, не знаю, исследовать и следить за тем, куда эволюция макияжа движется. А она движется в то, что оттенок один ключевой на лице используется. Вы посмотрите, все продукты, которые мы использовали, они были использованы не в одной точке. Они были полностью расписаны по лицу. И благодаря этому макияж даже яркий. Он выглядит очень гармонично. Потому что вам не нужно подбирать оттенки. Вы один и тот же продукт используете. Вы понимаете, в чём как бы философия эволюции? И вот это очень важно. Если вы посмотрите все самые крутые сейчас съёмки, я не знаю, 5 образов показов, вы подтверждение этому найдёте без труда. И красноватые оттенки в макияже глаз, металлизированные или матовые, они делают ваши глаза ярче. Глазищи ваши, чтобы они прям светились. И это на самом деле очень легко. Если вы думаете, что вот этот макияж, который мы сейчас сделали, он сложный. Нет, он не сложный. Купите набор, справитесь с ним за полчаса 100%. Ну, первый раз, может, у вас где-то криво что-то размажется. Но это всё так легко корректируемо. Поэтому мы сейчас вам такой, ну, образ прям каблуки надеть и идти самый крутой на вечеринку. Вы же можете всё легче сделать намного. Вы можете использовать более лёгкий какой-то оттенок. Вы можете не использовать, например, как подложку чеснот. Использовать только беж. И у вас макияж будет светлее. Но в любом случае, эта вот красивая кожа, вот это сияние лёгкое, бронзовое, медное даже, да, вот эта медь на глазах, медь на губах, это всё с влажным блеском делает вас очень и очень секси. Понимаете? Вы как Дженнифер Лопес будете с красной ковровой дорожки. Вот, всё. Всех целую. Всем пока. Вам хороших солнечных дней, солнечного настроения и солнечного макияжа. Субтитры сделал DimaTorzok